У нас на прямой видеосвязи лидер сборной Латвии по гандболу и команды Paris Saint-Germain Дайнис Криштопанс. Дайнис, добрый вечер. Как слышишь нас? Как видишь? Слышу, хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Дайнис, ну, во-первых, мы здесь с Александром Самойловым. Я думаю, ты знаешь этого популярного латвийского пляжного волейболиста. Мы тебя сегодня поймали сразу после очередного матча чемпионата Франции. Насколько я понял, 30-23, это уже 23-я победа подряд во французском первенстве. Вы возвращаетесь из Рена. Прямо в автобусе сейчас ты находишься. Да, да, недавно выехали. Нам как раз после игры всегда заказывают пиццу. Вот только что поели пиццу и чемпионат. Дайнис, ну скажи, все-таки, с одной стороны, французский чемпионат очень сильный. Но, с другой стороны, сплошные победы. Тебе это не надоедает или нет, все-таки? Нет, конечно, не надоедает. У нас есть задача выиграть каждую игру. Это просто в этом году получился чемпионат. В нашу пользу, что мы набрали сразу очки против всех ведущих команд. И они между собой поделили очки. А так, в принципе, чемпионат очень сложный. Особенно игры на выезде. Поэтому мы стараемся каждую игру выиграть. И таким способом настраиваем опять себя на следующий. Дайнис, ну в любом случае, буквально на днях вы вышли в 1-4 финала Лиги чемпионов. И наверняка ваши болельщики требуют от вас победы в этом турнире. Потому что, насколько я помню, Парис Сан-Джермен в Лиге чемпионов еще не побеждал. Да, есть пару клубов в Лиге чемпионов, у которых говорят проклятие. Конечно, против Гиля в прошлом году получилась очень-очень сложная игра против них. Но мы прошли дальше. В этом году опять попались они. Будет на жизни, смерти игра точно. Поэтому будем готовиться и будем надеяться попасть на Лиге 4. А там уже все побывают. Даня, скажи, ты не разочарован, что оказался в этом клубе? И есть ли у тебя какие-то мысли по поводу будущего? Есть ли предложения? Когда заканчивается контракт у тебя с ПСЖ? Ну, во-первых, первый сезон, как всегда, получился очень нервным, сложным. И сложно было войти в команду. Менталитет другой, страна другая. Язык не так просто выучить. Все как-то совпало. И было очень сложно. В этом сезоне все получается намного больше. И больше игрового времени. И результат лучше. И чувствую, главное, что в себя более уверен. Контракт у меня еще следующий сезон. Поэтому я куда сильно не спешу. Как бы еще надо тут выложиться, показать себя. А потом уже думать дальше, что и куда. Данис, почему-то в клубе выбрал 10 номер? Майку. Потому что это был мой первый номер. Мой первый тренер мне дал майку. С номером 10 сказал, много хороших игроков играет. Десятым номером стараюсь держать традицию. А скажи, пожалуйста, у парижских болельщиков популярнее 10 номер футболиста Неймара или 10 номер гандболиста Кристо Панса? Да, понятно, что Неймара все больны футболом. И футбол тут очень популярный. Я не знаю, каждый пятый ходит в майке ПСЖ футбольной. Так что футбол тут не очень вспоминаю. Но все-таки вы являетесь одноклубниками с самыми известными футболистами Неймар, Баппе, Месси, Серхио Рамос, Донна Рума. Вам все-таки удается время от времени с ними как-то пересекаться в спортивном комплексе, где-то в залах? Или вы все-таки существуете раздельно друг от друга? Мы существуем отдельно. Мы находимся, не знаю, минут 5-7 хотя бы в один зал футбольной арены. Как-то игрокам получалось пересекаться. Обычно, когда более травмированные игроки, нужна помощь специалистов. Иногда получается попадать на футбольные игры. Я лично на одну успел сходить в свободное время. А так, в принципе, не получается. Если очень хотелось бы, может, можно договориться. Не первый сезон ты проводишь в Париже. Есть какие-то любимые места во французской столице, где ты отдыхаешь? Или вы где любите отдыхать вместе с одноклубниками? С одноклубниками нет. Я провожу все свободное время с семьей. Стараюсь, его нет так много. Поэтому... И мы живем, в принципе, недалеко от Эйполевой башни. Нам нравится там парк, который находится. Ну и прогулка вдоль реки. И, ну, понятно, и детские площадки, которые там находятся. Можно ли тебя спросить о любимых французских блюдах и напитках? Твоей и твоей семьи? Особенно популярность французская кухня у нас. Нету, нету интересов совсем. В французской кухне больше используем латвийскую, словацкую кухню. То есть тебя жена кормит латвийскими блюдами, я понял, да? Да, да, да. И не только. Много привычек осталось, всяких стран. Те же самые траники, борщ и так далее. Данис, ты вообще когда-то представлял себе, ну, будучи еще совсем молодым спортсменом, начинающим, что ты сможешь совершить такой карьерный скачок и из города Лудзе оказаться во французской столице в Париже. Для тебя это по-прежнему, ты кажется, для тебя мечтой какой-то и каким-то сном? Да, это кажется сном, который я стараюсь с удовольствием воспринимаю, потому что я всегда шел шаг за шагом. Вообще получилось уехать, было круто, получал удовольствие. Получилось подписать следующий контракт. Супер, лучший клуб Лига Чемпионов. Потом топ-клуб Лиги Чемпионов. Вообще супер, опять. Получал только удовольствие, не думал про то, что куда мне надо и куда дальше. Жил тем днем, которым жил. Но при этом, Даня, все-таки объясни, ты очень фактурный спортсмен, очень высокий для гандбола. Каким образом, мы с тобой об этом уже говорили, тебя в Латвии проворонил латвийский баскетбол. Почему ты остался верен гандболу все-таки? Ну, гандболом я уже на то время занимался долгое время. И сейчас все бросить и идти в баскетбол, где непонятно, что будет, получится или нет. Это мой вид спорта, другие правила. Так получилось, где-то в уголке Латвии спрятался. Такие не нашли. Угол один шанс, только попробовать. Но я не сожалею, я очень доволен, как мне сложилась карьера спортсмена. Говорю, пользуюсь возможностью радоваться каждый день. Данис, еще два вопроса в конце нашей беседы. Латвийский гандбол, как ты думаешь, в какой стадии развития он находится? Потому что мы уже выступали на чемпионате Европы и выступаем в последние годы очень успешно. Прогресс ты ощущаешь за это время? Ну, сейчас очень сложные времена для латвийского гандбола. Тогда, когда мы попали на чемпионат Европы, у нас как раз все самые опытные, старые игроки собрались. И этим опытом, дисциплиной мы тогда вышли на чемпионат. Ну, а сейчас больше нет столько профессионалов, нету где набрать опыт. И физической силы, и роста, и умения не хватает. Я думаю, сейчас сборная латы по гандболу все будет начинать с нуля. А с молодых игроков, я не знаю, кто будет тренером, и как будет построена пирамида, я очень надеюсь, что через лет пять, ну, раньше это не вижу, что получится опять бороться за чемпионат. Ну, нужно время просто. Нужно начинать все сначала. Но ты за то, чтобы у сборной Латвии был иностранный тренер, именно наша федерация идет в этом направлении? Ну, я не вижу профессионального тренера в Латвии, который мог бы это сделать. Да, нужен, но опять не подойдет любой тренер просто, который приедет за границу. Нужно понимать, что он умеет, какую систему надо строить, пирамиду. Это все очень сложно, и я надеюсь, что совпадут все карты, и найдется такой тренер. Потому что можно взять тренеров, которые, понятно, очень опытные, у которых есть система. Поэтому я сомневаюсь, что сборная Латвия сможет позволить себе. Данис, из Рейна до Парижа дорога... Сколько часов вы будете в автобусе находиться? В общем, где-то около четырех часов, где-то 400 километров. Вас кормить еще будут или нет? Нет, как я сказал, нам заказывают пиццу после Украины, это может в нашу жизнь. И последний вопрос, да? Время. Твоя любимая пицца, скажи, пожалуйста, мы хотим знать. Любимая пицца, пусть будет четыре вида сыра. Четыре вида сыра. Данис, большое спасибо. Нам уже с Сашей Самойловым захотелось поужинать. Данис, успехов. Данис, успехов тебе, твоей команде. Ну, разумеется, победа в Лиге Чемпионов. Мы ждем феерическое окончание сезона у тебя в Пари-Сан-Жермене. Хорошо, спасибо большое. Хорошего вечера.